Будапешт В столице Венгрии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Венгерской Народной Республикой. Летопись братских отношений, объединяющих народы социалистических стран, пополнилась еще одной славной страницей. Волнующим проявлением братского единства и сплоченности явился массовый митинг венгеро-советской дружбы. Выступает первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Янаш Кадр. Он говорит об испытанной временем братской дружбе советского и венгерского народов. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в своей речи сказал «Только что подписанный новый договор – это важное событие в истории наших народов в развитии и укреплении социалистического содружества». Через таежные зебри Автономной Республики Коми прокладывается новая газовая магистраль, получившая название «Северное сияние». В рекордный срок всего за один год будет сооружен газопровод «Вул-Ухта-Череповец-Торжок» протяженностью 1380 километров. Северную магистраль ведут опытные строители. Многие из них участвовали в сооружении газопровода «Дружба». Заревнуясь в честь Великого Октября, лучшие бригады почти вдвое перевыполняют плановые задания. На юге страны уже завершилась жатва, а в Целиноградской области страда в разгаре. В софхозе Дальней Казахской ФСР механизаторы применяют прямое комбонирование. Отлично работает Валентин Лашко, это его пятая косовица на Целине. Сторожил с Далинного края Иван Дубовик. Он намолачивает в день по 50 тонн зерна. Идет хлеб с Длины. Уже засыпано в закрома Родины миллионы пудов зерна нового урожая. Более 12 тысяч названий газет и журналов выходят сейчас в стране. Раньше обычного, с 1 сентября, началась подписка на периодические издания 1968 года. Один из подписных пунктов «Союз Печати» открыт в столичном авиапорту Домодедово. Пассажиры, работники авиапорта не только знакомятся здесь с различными изданиями, но и оформляют подписку. Пришла осень на высокогорное пастбище Кавказа, в Адыгейской автономной области. Скоро спустится в долины отары колхоза имени Энгельса, Майкопского района. Лучшие чабаны Аршак Парсикиан и Иван Ивченко добились до лета хороших успехов. Каждая овца, выращенная в горах, даст хозяйству 40 рублей чистой прибыли. В годы войны у города Владимира Волынского на Украине погибли в концлагере тысячи советских людей. Этот скорбный памятник узникам фашизма создали львовские скульпторы Теодозия Брыш и Евгений Дзиндра. Новые творческие замыслы волнуют сегодня художников. Они создают памятник пограничникам, погибшим в первые дни войны на западном берегу Буга у одной из пограничных застав. На утлом Карбасе под названием «Щелья» два путешественника. Внук потомственного архангельского зверобоя Дмитрий Буторин и писатель Михаил Скороходов прошли несколько тысяч километров путем древних поморов из Архангельска до Устья-Абии. Они повторили маршрут своих предков. В заполярном поселке Тазовское ебаш в щели передал на память и жителям якорь с названием своего судна. И снова в путь, которым сотни лет назад возили поморы с берегов Северной Двины в далекую Мангазею различные товары. Не найти на карте Мангазею вечная мерзлота поглотила славный город средневековых ярмарок. Но два человека исполнили свою мечту. Они достигли конечной цели путешествия. Наши кинооператоры встретили отважных мореходов в Москве. Писатель Скороходов рассказал, что приступил к работе над книгой о путешествии на щели. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке гориллы, злые крокодилы. Кого не знакомы эти стихи, Корнея Чуковского. Но ребята из Куйбышева нередко встречают крокодилов на берегу Волги. Бывший дрессировщик Борис Константинович Зарков приобрел их 7 лет назад. Небезуспешно он учит своих питомцев всевозможным трюкам. Чанга и Анга совсем молоды, им всего по 40 лет. Ведь крокодилы живут до 300. В Волге они чувствуют себя ничуть не хуже, чем в родном мире. Радушно встречала Москва участников Дней культуры и искусства Молдавской СССР. В Кремлевском дворце съездов состоялся концерт посланцев в солнечной Молдавии. Арию Чио-Чио-Сан исполняет народная артистка Молдавской СССР Биешу. Мария Биешу на международном конкурсе в Токио была признана лучшей Чио-Чио-Сан. Молдавинявская. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...